Прогулки с чудовищами. ...засуху. Несмотря на эти проблемы, жизнь продолжается как может. Но засуха выгнала его на пляж. Это плохая новость для уставших морских черепах, которые возвращаются в море после ночной кладки. Кандилартр останавливается в нерешительности, не зная, что делать с этими необычными, законными в панцирь созданиями. Он больше привык подбирать туши гигантских травоядных. Несмотря на свой внешний вид, Кандилартр не является родичем современных любителей падали, таких как собаки или гиены. Как ни странно, у него на лапах вместо когтей копыта. На самом деле, его ближайшими современными родичами являются копытные животные, такие как бараны и козы. В каком-то смысле, это овца в волчьей шкуре. К тому же, это самое большое хищное млекопитающее, когда-либо жившее на Земле. Его огромные метровые челюсти способны разгрызть все, что угодно. Поэтому от главной защиты черепаки мало пользы. Прогулки с чудовищами.